В начале нашей пресс-конференции по традиции слово предоставляется исполнительному директору Российской футбольной премьер-лиги Сергею Владимировичу Чемову. Уважаемые коллеги, добрый день, доброго здоровья. Я бы сказал, что не так же, а в первую очередь мы рады приветствовать Валентина Валентиновича в этих стенах нашего футбольного дома, потому что Российская футбольная премьер-лига продолжает свою политику абсолютно открытости. Огромное вам спасибо, что вы нашли время поучаствовать в нашей пресс-конференции, потому что мы прекрасно все понимаем, что уровень футбола – это и уровень игроков. Я бы даже сказал, что уровень болельщиков – это уровень игроков и, конечно, уровень судействия. Это одна из самых ключевых, злободневных сейчас обсуждаемых тем. Я хотел бы пожелать, чтобы наши судьи поскорее судили и FIFA, и UEFA. Я думаю, те успехи, которые они делают у нас на внутреннем чемпионате, говорят о том, что у нас высокий потенциал. Спасибо. Валентин Валентинович, пару слов скажите или сразу к вопросу. Да я лучше сразу к вопросу. Дорогие коллеги, кто не помнит, я скажу, Валентин Валентинович. Во-первых, классный игрок. Во-вторых, арбитр, который поставил много рекордов для наших отечественных арбитров здесь, которые до сих пор еще не преодолены. Ну и, вы знаете, коммуникабельный, открытый человек, и мы этому очень рады. И мы готовы ответить на все ваши вопросы. А, еще самое прекрасное, у нас сегодня уже явление просто, да я же сказал, наконец-то. Девочки к нам ходят по-прежнему. Сейчас технические моменты устранил. Что, еще убрать? Александр Аркадьевич не видно, да? Да, да, да. Повыше, подними еще. Уважаемые коллеги, просьба представляться, называть свое издание, задавать вопросы. Пожалуйста. Пожалуйста. Сейчас, это было и после первого тура, но сейчас совсем разгорели споры и разговоры по этому поводу, что календарь, мол, для одних команд чуть лучше, для других команд чуть хуже. Например, вот Ключук после матча сказал, что якобы одной команде, не будем называть такой, есть степень благоприятствования, а вот у нас там за 26 дней, по-моему, они сыграют провести мать, но я сейчас не помню цифру, и вот, пожалуй, у себя. А вы знаете, я хочу сказать ответ на этот вопрос. У нас самая пострадавшая, ну и зато одна из самых ярко играющих футбольных команд «Динамо», которая, посмотрите, сумасшедший совершенно календарь, ну и когда разговариваем с остальными, конечно, сначала эмоции, а потом «А, будем играть». Мне кажется, если вы обратите внимание, те клубы, которые начали рано в Лиге Европы и сейчас в Лиге Чемпионов, у них календарь, конечно, не позавидуешь, но обратите внимание, мы все-таки постарались создать максимально благоприятственную ситуацию, и если вы увидите, у нас практически нет стыков между командами, которые играют в Лиге Чемпионов в Лиге Европы, но сейчас, возможно, они возникнут, потому что, вы знаете, будет развиваться турнир, останутся, не останутся, но я очень надеюсь, что останутся. И если вы посмотрите, все продумано, все взвешено. Если вы обратите внимание, читали сегодняшнюю публикацию, очень многие специалисты отметили, что мы сейчас в европейской некой такой зоне, через два на третий, через три на четвертый, и многие команды этот темп выдерживают, ребята борются, и те, кто действительно провел подготовительный период, у кого есть задел, запас, те выглядят очень прилично, и от игры к игре прибавляют, что бы я хотел пожелать. И потом, давайте все-таки, мы сейчас вкатываемся, и те вопросы, которые поднимаются, в том числе и по газонам, я понимаю, о ком вы говорите, там, искусственные, натуральные, все-таки это приближается уже стандарт, конечно, мы понимаем, что так, как на пластиковых лыжи есть или на деревянных, ну, можно всяких там ассоциативных сравнений придумать, но тем не менее, все обратите внимание, календарь абсолютно открыт был, он утвержден, согласован, и единственное, почему мы переносим, время сдвигаем, вот сейчас, допустим, я сейчас объявление сделаю по поводу 6-го тура, 31-го числа, мы время чуть пораньше подняли, в 18 часов будет играть «Локомотив», здесь, с «Зенитом», и в 20-15 «Краснодар» будет играть «Динамо Москва», потому что в воскресенье, перед 1-го сентября, к нам столько обращений, просто миллион, во-первых, чтобы дети посетили стадионы, во-вторых, чтобы родители успели на 1-го сентября, ну, и так далее, и так далее, и плюс основной вещатель. Все эти моменты мы учли, и постарались все-таки реализовать те просьбы, которые у нас, то есть те обращения, которые были к нам направлены, и в то же время я хочу сказать, никогда не забуду слова выдающего нашего тренера, не помню чего, вы знаете, когда он действительно присутствовал на нашем первом совещании организационном по календарю, он сказал, коллеги, я вам скажу, что работа главного тренера команды в раз проще, чем составлять календарь, потому что много всяких превосходящих, ну, вот знаете, как у нас утро начинается? Утро начинается с того, что мы ходим на сайт, на различных погодных, и смотрим, там, как, чего, что. Ну, вот с этого диапазона начинается, ну, и так дальше. Милан Ильич, а Вы можете объяснить, почему все-таки, опять же, это много разговоров, почему у Демитова вот такой календарь в начале? Вот, можете, если с того исходили? А у нас календарь несколько перевернут, обратите внимание, мы опять начинаем без пяти арен, и вот это определяет все абсолютно. То есть программу мы загрузили, вот реально, ограничения, то есть там первые четыре тура не играют здесь, вторые четыре, плюс, с учетом коммерциализации нашего турнира, и Валентин Анатольевич, я думаю, нас поддержит в этом, все-таки команды потенциально, которые участвуют у нас в дерби в Москве, которые играют там, я не знаю, как мы их назовем там, ну, назовем просто традиционными интересными матчами «Зенита» с московскими командами, конечно, мы постарались сделать, чтобы они прошли со зрителями, и поэтому, когда составляли календарь по решению общего собрания, мы эти нюансы все или ограничения учли. И вы обратите внимание, даже у нас была такая игра «Краснодар-Кубань», или «Кубань-Краснодар» в первом дерби, и мы его тоже по решению общего собрания все-таки перенесли для того, чтобы максимальное количество жителей Краснодарского края на нем могли бы присутствовать. Итак, календарь у нас, то есть структура календаря и принципы формирования календаря определяет общее собрание, то есть 16 человек голосуют, и мы по этим принципам выстраиваем. Потом это все согласовываем и начинаем играть. Вы же мне тоже не довольны? Нет, а я согласен, когда... Ну, это часто, это эмоции. Я говорю, что сейчас, о, что такое в том, все, будем играть. Все, а когда? Вот будем играть. Ну, а что делать? Ребят, самое главное, что основополагающий принцип – это то, что у нас там максимально три игры, либо дома, либо на выезде подряд, допустим. Но это связано с тем, что у нас все-таки стадионы еще не все готовы. И второй принцип, конечно, то, что 48 часов между матчами должны быть обязательно. И все-таки те команды, которые у нас в Европе играют, ну, не будем же мы сами своих команд, за которые мы все болеем, независимо от того, за кого болеем во внутреннем чемпионате, да, создавать какие-то, тормозить. Конечно, мы хотим сделать некие преференции, чтобы они были в равных условиях, но наиболее благоприятно. То есть возможность сдвинуть матч там, и так далее, и так далее. Ну, поверьте мне, никакой иллюзии у нас там нет, и когда мы рассматривали календарь, если вы посмотрите, все нормально. Если, допустим, другой результат был бы сейчас вот в том городе, о котором вы говорите, допустим, да, 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 вот и все, ну и чего. Еще раз говорю, тут никакого подвоха нет. Мы, кстати, обратите внимание, если помните, в конце чемпионата и в начале нашего, так сказать, вот прям накануне говорили о том, что если у вас есть взгляды на то, как сформировать календарь, как поучаствовать, что-то привнести. Ну, в этом году, ну, сколько, наверное, 16 или 17 обращений и писем рассматривали с Виктором Львовичем, там разные совершенно, от таких вот, каких-то своеобразных там разделения турнира, введения плей-оффов, там вот рассматривали варианты. Ну, и заканчиваем толкуем очень предложениями. Стараясь, если там есть здравое зерно, мы готовы это учить. Коллеги, давайте все-таки Валентину Валентиновичу вопросы, а я тут в вашем распоряжении хочу до утра. Да ничего, вы хорошо говорили. Спасибо. Ваши вопросы? Я послушаю. Пожалуйста. Да, Владимир Владимирович, вычеркивает профессиональный. С чем связана вот такая тенденция, что сейчас в Премьер-Риге, где-то преобладание судей в Питерской и Нижегородской школе, в Москве как-то в тени находятся. Вот и Дерги, да, в СССР, кстати, в тот же случай, они беседовали на том, что Дерги обслуживают питерец, а не москвич. Для меня принадлежность какому-то ни было городу это имеет значение только в плане того, что может этот человек судить эту команду. Сергей Иванов не может судить Ростов, потому что он из Ростова. То есть, как бы, изначально вот это. Люди назначаются по степени готовности, по тому, насколько они хорошо судят. Что касается Дерби, то у нас в Москве очень много этих Дерби. И, как бы, я все равно должен распределять все эти Дерби. Они трещутся. Более-менее в равной степени, чтобы один и тот же, скажем, московский судья не загонять его. Так что, таким образом. Еще вопрос, пожалуйста, уважаемый календарь. Пожалуйста. Вы все-таки можете объяснить, по какому принципу вы отбирали судью на матч Дерби? Потому что, опять же, идут разговоры только из-за того, что он из Санкт-Петербурга. Почему именно он? Я не слышал этих разговоров. А именно из Санкт-Петербурга? Да, именно из Санкт-Петербурга, что он болеет за Денис, и за Мой, фазурует ЦСКА, и так далее. А вы не заметили, ну, сейчас просто начался чемпионат, по весенней части, вы не заметили, сколько питерские судьи судили Локомотив, Спартак, Московский? Заметили? Я заметил. А вы заметили, сколько раз судили московские судьи и Зенит? Вы посмотрите. То есть, в этом смысле, просто эти судьи, хорошие судьи, и когда у нас играет московская команда, с кем бы она ни играла, ну, особенно там, да не, я даже не говорю, что на выезде, то у меня должен хороший судья судить. И если какие-то у меня, какие слегка вопросы были там по поводу Питера, то, опять же, если вы заметили, то питерские судьи не судили московский Локомотив и ЦСКА, которые непосредственно боролись за счет, чемпионство, только в самых последних турах. И только, только из-за того, что вот именно, не дай бог, какая-то там, ну, любая ошибка, и вот это все сразу навалится, а это же Питер. А по тому количеству игр, которые они судят, московский Питер, питерские, московские клубы, так оно и будет. Я вас уверяю, что все судьи, которые выходят на матчи, они думают не о том, из какого города они, а о том, как он выжит в этих матчах. Это самое главное, да? Это самое главное, да? Еще вопрос, Лига. Пожалуйста. Алексей Сафонов, московский комсомолец. Вопрос, Культина Дмитриевич, ощущаете ли вы нехватку арбитров среднего и зрелого возрастов в пример лиге, и какие пути исправления ситуации вы видите, если ощущаете? Ну, я ощущаю нехватку арбитров. В этом смысле возраст, он не средний, просто именно по количеству арбитров. То есть, опять же, если вы заметили, моя позиция была с самого начала. Такова, что я опирался на тех людей, в кого я верю, которые, на мой взгляд, соответствуют турни нашей тренер-лиги. И мне не нужны люди просто для количества. Потому как, скажем, ну, есть у меня сегодня, допустим, в листе 17 человек, из них там три человека молодых, которых по определению я не могу запускать просто автоматом на все турни, да? Я где-то все равно для них должен подбирать игры, с тем, чтобы мы хоть потихоньку не взбодили. Ну, это хорошо, для количества я еще возьму троих. Но будет у меня шесть, словно говоря, молодых, для шестерых я должен буду подбирать игры. То есть, я о чем говорю? Все равно, вот, есть та, как бы, основная команда, на которую выпадает основная нагрузка. К сожалению, просто вот меня сейчас так сложилось, что два человека получили травму, немножко это усложнило ситуацию. особенно вот в том режиме, о котором всегда говорил, тоже, вы говорили о командах, да, отношении тренеров к этому режиму. Я вас уверяю, у меня точно такое же отношение. То есть, у меня люди работают, в общем-то, достаточно интенсивно. они по физической компенсации, по физической нагрузкам, мне кажется, сопоставимы с футбольными, реально, то есть, потому что, мне кажется, столько же килокалорий, они там килокалорий тратят, и вообще, я могу сказать, серьезно, тяжелая работа, на самом деле. Пробегание от дистанции, которая информация у нас есть, чисто по физической, то это где-то, ну, минимум, там, 10 с небольшим километров, и до 14 километров доходит, то есть, люди работают, то есть, опять, это высостоит, хорошо, я своей страной говорю, но вот вы смотрите эти матчи, вы кого-то видите, кто, на ваш взгляд, там, не знаю, ползает по полу, например, и как бы не соответствует, скажем, тому темпу, который там предлагается командами на поле. Пока на сегодняшний момент, те, которые выходят, ну, за редким исключением, за редкие, да, есть какие-то игры, я не совсем, доволен тем, что я вижу в плане движения, да, а так, в целом, все это нормально. Еще вопрос, пожалуйста. Александр, что-то сказали, я знаю, да, а ты представляешь себя. Но ведь нужны судьи и для того, чтобы занять место резервного или дополнительного ассистента, сейчас вам хватает, может, в этом плане будет смысл ввести еще там, трех-четырех? Нет, никакого смысла, я не вижу, потому что это то же самое, те же пятеро, которых я якобы ввел бы в лист премьер-лиги, они точно так же, будучи судьями ФНЛ, они выступают в роли резервных судей. То же самое, у нас эти же судьи выступают в роли резервных судей. А что касается пятерых, то если вы заметили, я использую пятерых, ну, реально, в очень редких ситуациях. в этом смысле это абсолютно не является символом того, чтобы просто тупо увеличивать количество. А дальше будет решение это будет дальше? Это будет зависеть от того, насколько те молодые судьи смогут закрепиться в этой непростой лиге, я вас уверяю, в непростой лиге. Это будет зависеть от того, насколько те, кто уже давно судят в этом сезоне, покажут то, что они в состоянии судить и дальше. Если все будет так, как я вам говорю, что нормально, в таком режиме, то да, подойдут еще новые, молодые, которые есть и претендуют на то, чтобы попали. Если получится так, что кто-то из этих молодых не соответствует, кто-то из пожилых не соответствует, ну да, те уйдут, примерно количество будет такого. Еще вопрос уважаемый коллеги Калентин Валентинович, пожалуйста, Артем. Какая информация? Встать, пожалуйста. Я слышу, нормально, да? Бизнес слышит. За 32 матча 4 турб было назначено по-моему 15 пенальти. Вы должны знать, какое большое количество может быть обусловлено с какими-то указаниями, которые вы получили перед стартом чемпионата. Я не говорю о том справедливо, справедливо это не правильно, просто Справедливо, не справедливо это как раз ключевой вопрос, на мой взгляд, когда речь идет о пенальти. Я понял вопрос, да. Вы знаете, я вам хочу сказать такую вещь, что вы сказали про 4 тура, я более-менее точно знаю, что за первые 2 тура было назначено 11 пенальти. И если я не ошибаюсь, сколько голов было сегодня забито за первые 2 тура? Сколько? Нет, количество голов 34, и он в пенальти. Нет, 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 голова. 34, 34, 26, да. Безусловно, количество в пенальти это не регулярно для такого количества матчей. Но это говорит о том, что достаточно много ситуаций происходит на этой штрафной площади. люди атакуют, понимаете, они атакуют, они не играют, они не передают мяч в середине поля, они стараются туда его доставлять, происходит ситуация. Просто, понимаете, с другой стороны, почему я сказал, что, в общем-то, здесь ключевой момент, справедливо или несправедливо, не означает в пенальти. Опять же, если говорить о первых двух турах, 11 пенальти, пусть я это количество узнаю точно. Вот. Там, ну хорошо, если я не ошибаюсь, два 11-метровых обсуждались, правильно или неправильно. 9 были назначены, ну, не на мой взгляд, а вот, насколько я знаю, обсуждений особых не было. А это только начало сезона, только начало сезона, то есть, как бы, без всякого, знаете, такого вхождения медленного, то есть, людям приходится принимать, ну, пенальти это серьезное решение, вы сами себя прекрасно понимаете. принимать серьезное решение, то есть, как бы, на мой взгляд, они готовы это делать. То есть, если вы говорите о том, чтобы, что я их уговариваю быть построживая в этой штрафной площади, вы глубоко ошибаетесь. Любой судья, выходя на поле, в том числе я, сидя у телевизора, просто мечтает о том, чтобы в этой штрафной площади ничего не случалось. Даже, чтобы они туда не забегали. Я даже готов поскучать. А как вы будете говорить? Да, издалека, издалека, после этого отработано. Как в английском, то есть, если вы не заберёшь. Еще вопрос, пожалуйста, уважаемые коллеги. Пожалуйста. Дмитрий Владимирович, а можете сказать, вообще, какие-то указания судьям были перед этим сезоном, но на что обращать внимание, потому что, по-моему, Калачева, если не ошибаюсь, удалили за отмашку, ему показали сразу прямую красную карточку, вот за это вы говорили, что если какая-то отмашка будет, вы знаете, если вы говорите о движении ногой, нет рукой, рукой это как-то... Ну, то есть, он ему, знаете, как-то махнулся, и попал к лицу, не локтем даже, ну, по щечам, грубо говоря, дал такую легкую. Это вот в игре с локомотивом? это... Нет, когда Тарасов, ты имеешь в виду, Тарасов подкатился под него. Да, да, там была машка. Ногой, я прошу прощения, там было удаление за движение ногой. Ногой, правильно? Да, да, да. Потому что мы все смотрели по вскоре, и в итоге... Я что хочу сказать, уважаемые, вот, к сожалению, то, значит, хоть это, на телеэкране, там, чуть ли не под лупой показывают любую ситуацию, такую, что, и не рассмотришь сразу, да? А то в этой ситуации один повтор откуда-то из космоса, и когда я разговаривал с судьей, в данном случае с Кириллом, что я, на самом деле, я, я вам сказал, что я даже не могу тебе дать оценку эпизода, стоит ли за это удалять или не стоит, потому что я, ну, я просто этого не могу сказать по тому повтору, который я видел. Я вижу какое-то движение, но я вижу, что этот судья стоит недалеко, и, кстати говоря, если бы вы обратили внимание на ситуацию, мяч уже куда-то пошел, но он, как бы, предполагает, что между этими двумя людьми, которые, сцепки, он прочет, его взгляд направлен на этих людей, и он принимает очень быстрое решение. Но я еще раз говорю, именно в плане, как бы я это оценивал, я не могу это сказать, потому что я не видел нормального повторя на экране. Хорошо, пример неудачный получается. Хорошо, давайте удачный. Тогда в общих чертах, есть ли какие-то нарушения, за которые вы просите, не знаю, прямую красную давать, или, не думая, желтую удалять, не знаю, назначать пенальти? Ну вот. Я хочу сказать, что назначать пенальти надо тогда, когда ты видишь нарушение. Ты в этом уверен, безусловно, в штрафной площади. Что касается желтых и красных, то, безусловно, мы всегда даем указания судим, и они должны этому следовать. Но просто суть этих указаний заключается в том, что вы, пожалуйста, не думайте, что количество это что-то для нас хорошее. Мы совсем не гонимся за тем, чтобы их было очень много этих желтых и красных. Поэтому сегодня в современном футболе все-таки больше делается упор на то, чтобы люди успевали что-то предотвратить. Вот все эти конфликтные ситуации, которые всегда, всегда на грани красных, потому что это не борьба за мяч, и любой толчок, любое, не знаю, касание лица всегда воспринимается и футболистами, и публикой очень так непросто. Поэтому наоборот мы говорим о том, что вы, пожалуйста, ваш класс будет определяться тем, насколько быстро вы сможете вмешаться вот только-только в ситуацию, которая может произойти между игроками и предотвратить любые карточки. игроками. Ну а те критерии, которые существуют при оценке эпизода в плане того, желтый это или красный, они всегда обсуждаются. Я не знаю, у нас, по-моему, именно в плане жесткой игры, именно в плане жесткой игры серьезного нарушения правил. Вчера была показана красная карточка. И я даже не могу сейчас вспомнить. Была прямая красная карточка. Вчера, вчера. Ну, вчера, да, вчера, а была до этого еще. Вот именно в плане борьбы за мяч, то есть, когда-то серьезно, я сразу так не скажу. По-моему, ну, вчера была красная первая. Наверное, наверное, первая. Пожалуйста. Я не знаю, там надо так долго смотреть, как ты долго смотришь все эти эпизоды. Крутят туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Ну, я понимаю, но там делается он подкат не очень хороший в плане того, насколько на какой скорости он делает. Он мстит, фактически. За то, что за несколько секунд до этого на нем полный гоня. А Гуда вчера, Чирок, его сразу заугадали. А что там? Какие-то сомнения с которыми не дали? Нет, нет, вот если их два сравнивать, получается... Сравнивают. Там человек, вот о чем-то говорить, там человек, хоть и достаточно хорошо, я согласен, агрессивный, но борется за мяч и выбивает этот мяч. В ситуации сагудой, мяч где-то, нога идет вот так сверху, идет в бедро, там никакой борьбы за мяч фактически не было. То есть все-таки надо как бы брать рассмотрение на то, что люди делают на поле. Что это? Борьба за мяч согласен, тоже бывает разная. И она с нарушением, но бывает в борьбе за мяч и красная карточка должна быть покажена. Просто вы сейчас говорите о ситуации, опять же, я можем опережать некоторые вопросы, Саша, ты не обижайся, а повторов, я просто серьезно говорю, некоторые вопросы, вот я, вы все-таки тоже относитесь к тому, что делает человек на поле, ну как бы понимая, что это человек тоже, и у него этих повторов-то нет, его то по кадрам распределять вот эту ситуацию, ну не может, он ее воспринимает как единое целое вдоль и секунды. И то, на что я обращал, и обращая внимание судей, вот в первую очередь, помимо физической готовности и хорошего движения, которое они должны мне показывать каждую игру, это ровное отношение к командам, то, что вы можете определить, наблюдая игру все 90 минут, как он назначает штрафные, за что он назначает штрафные, за что он выносит или не выносит желтые карточки. И очень серьезный момент, на что я еще раз повторяю, самое серьезное внимание, это не должно быть ошибок в абсолютно очевидных ситуациях. Потому что ошибки, они будут. но скандал, действительно скандал, это когда что-то очень очевидное, понятное, сразу, буквально, ну ладно, с первого повтора абсолютно всем, у нас есть человек, который это видит, и этот человек не реагирует, или реагирует неадекватно. Вот это, вот это самое страшное, что может произойти судьей. если вы мне назовете вот за эти четыре тура, вот на ваш взгляд, такой абсолютно очевидный момент, на который была неадекватная реакция, хорошо я прокомментирую этот момент. Но этот момент, Саш, это не та ситуация, на мой взгляд, которую можно говорить о том, что все, вот в этой ситуации прям видно, прям как это, что это стопроцентная красная карта. Ну, хоть и телевизионная просто. Я прекрасно понимаю, нет, я уважаю, я уважаю, что вы внимательно смотрите футбол, я сам внимательно его смотрю, вот, но я просто еще раз повторяю, вы иногда задумываетесь над тем, что, ну, вы по телевидению смотрите, они принимают решение по эпизоду, без повторов, без пауз, без замедленного действия. Вот, опять же, я говорю, что весной у меня были несколько ситуаций, когда я был очень недоволен тем, что я видел в плане принятия решения. Я принимал по этому поводу, ну, наверное, вы помните, достаточно жесткий мер. Сейчас, я понимаю, ситуации много разных, господи, одно количество 11-метровых ударов, посмотрите, ну, реально, очень много активной борьбы в тратной точке. Вот, но, на мой взгляд, на мой взгляд, сегодня вот такой ситуации, когда вот все, это абсолютно очевидно, вот человек видит это и не реагирует, я такой ситуации сейчас назовусь не могу. Если вы назовете, ради бога, я еще раз повторяю, я вам ее прокомментирую, любую. А что, я не знаю, действие бригады очень важное, кстати, я хочу сказать, приятно смотреть иногда, как взаимодействуют с помощниками, он тогда поможет, начать подскаживать, соответственно, потому что, понимаете, он же принимает, вы говорите, отомстил, он же не видел начала эпизода, когда он его в бок толкнул штрафной, потом они выходят, то есть, нет, ну я образно говорю, то есть, понимаете, а вдруг он просто концентрация, он услышал, увидел, арбитр отвлекся, и тут, конечно же, хорошо, когда поможет есть, очень грамотно, внимание там произошло, и тогда идет разбор ситуации. Ну, кстати, кстати говоря, хочу сказать, что, ну я же должен говорить какие-то положительные причины, почему я здесь буду в глазах, потому что, я наоборот, я согласен с этим. Вот, вот о чем сейчас только что было сказано, вот опять же, если вы заметили, там все-таки были неплохие решения со стороны ассистента, то есть, когда судей, сложнейшая ситуация, когда назначается 11-метровый удар, это сложная ситуация, и для ассистента это непросто. И если опять же, весной, я могу вспомнить игру «Зенит» с целью Советов в Самаре, там было 2 ситуации, штрафной, когда арбитру было не очень хорошо видно, а ассистенту, по идее, должно было видно хорошо, но он не отреагировал на это, и мы очень много времени уделили на то, чтобы вот ассистент, если он очень хорошо в свете виде, то он должен принимать решение. И вот у нас матч «Динамо-Росток», я думаю, что вы заметили, что в конечном итоге это решение первого пенальца было за ассистентом, справедливое решение. И, кстати говоря, может, вы этого не знаете, но в этот же день у нас и по первому дивизиону два ассистента они отменили, совершенно справедливо отменяли два ассистента в первом ударе. То есть, я абсолютно с вами согласен в плане того, что сегодняшний темп игры, он реально очень высокий. И сегодня, и сегодня один человек в поле, он не сможет нормально отсудить игру, если ему не будет вот этой качественной поддержки стороны ассистента. просто это нереально. Конечно, на это обращаются. Я просто вижу арбитров всегда после матча мы приходили, благодаря их за работу. И они написали, вы знаете, как конь возвращается с трассы. Пена. Люди действительно отдаются. Если не на 100, то на 120, наверное, процентов, потому что, конечно, физические нагрузки, эмоциональные. А если, на дабы, что-то происходит еще помимо футбольного поля, там, связанного с организацией, можно, да, то, конечно, принять решение о приостановке матча высокой ответственности, все-таки отведут трансляции и так далее. И мы все-таки считаем, что арбитров надо поддержать. Да, Игорь Иванович? Еще вопросы уже есть. Это беритешком поддержите. Кого? Беритешкин. Беритешкин. Беритешкин надо. Да, конечно. Абсолютно. Но нет никаких сомнений. Спасибо, на то решение. Наташа, задай. Пожалуйста. Артем. Да, пожалуйста. Я вас вижу, да. Я хотел по поводу Дарина Сергеевна Шевелька спросить, насколько она была правна и уформулировка, если можно, потому что, ну, вы увидите, что Шевелька не была на вафте, на вафте, но у нее сказали, что мы его получили в афте. Вы знаете, есть такое понятие, когда человек с какой-то дистанции прибегает и начинает организовывать что-то непонятное. То есть, если вы помните эту ситуацию, там был фол, жесткий фол, на жесткий, да, я не знаю, у меня нет молодых игроков. Я есть игроки одной команды и другой. Так же, как и нет молодых судей, на самом деле. Вот. И если бы, если бы Паршевлюк не прибежал бы туда, то там было бы фол и жесткость, да, если я не ошибаюсь. И все. И больше ничего не было. Все, что произошло, только потому, что другой игрок решил активно поучаствовать, я уж не знаю из каких соображений в этой ситуации. Чего он делать не должен. Там, по-моему, был не один, чтобы это как вся команда что-то или за... Ну, за Паршевлюком, да, наверное, пошли. Нет, но я, на самом деле, я, вот то, что я помню из этого эпизода, туда фол и потом прибегает туда Паршевлюк, что-то, что-то пихает другому игроку, кто-то отталкивает и все, и началась такая вот заварушечка. Я еще раз повторяю, если не надо как бы делать чего-то лишнего, пусть этим человеком, кто нарушил, разбирается судья, не надо подбегать и разбираться с этим человеком другому игроку. Это всегда заканчивается не очень хорошо. Платон, можно? Платон, да, Платон, Денис Малютинович, советский спорт, создан вопрос о том, вы сказали о травмированных, тогда можно рассказать о сроках их восстановления, потому что тоже немаловажно. Для меня это очень важно. Федотов, он, пропустив некоторое время, вот сейчас он уже тренировался, готовился, и в следующее воскресенье он выйдет на игру в ФНЛ, а Яйскок, к сожалению, где-то неделю-три будет включиться. Еще в продолжение темы в ФНЛ, возможно ли возвращение, так скажем, не знаю, скандально или печально известного к Астемичу в судейство в премьер-ниге, потому что я так понимаю, что пока только ФНЛ, насколько я видел список назначений, реально ли я же вообще это? Ну, вот, вот, понимаете, мне в отношении Костевича, мне, как бы, эта ситуация, я об этой ситуации узнал только вот так, вернулся, все равно, скажем так, нормально, мне очень жалко, что эта ситуация случилась, тем более, что она случилась с Костевичем, когда ему было, если не ошибаюсь, 21 или 22, 22 года, когда он еще даже не думал о том, что он дойдет до уровня премьер-лиги, и тот факт, что он там когда-то в этом, в той, так можно сказать, длинном возрасте, что-то, что-то сделал, не совсем, кто, вот, жалко, да он сам, сам сейчас об этом жалеется, конечно, он сейчас другой человек, и понятное дело, что то, что произошло тогда, это, не более, чем, как это, юношеская глупость, вот, я просто его знаю очень давно, я, например, начинал еще, я ездил, когда на детский юношеский турнир, я его увидел, хороший судья, и с очень хорошим потенциалом, он уже начинал судить премьер-лигу, и судил неплохо, и я могу сказать, что он мне очень пригодился, просто не знаю тех людей, которые это сделали, и вот опубликовали то, что они опубликовали, это, конечно, иначе как подлостью я это назвать не могу, я просто не знаю, что это за люди, вот, но, безусловно, эта ситуация сложилась, эта ситуация очень неприятная, и без, как бы, решения той же премьер-лиги, когда я говорю премьер-лига, я говорю клубы, премьер-лиги, те клубы, которых вот так вот получилось, что это коснулось, вот, без их, ну, скажем так, не то, что положительного отношения, лояльного отношения, конечно, его возвращение, ну, очень сомнительное, очень сомнительное, хотя, хотя, еще раз повторяю, что я знаю ситуацию, это, и мне очень жаль, что это случилось, этот человек мог бы хорошо работать, на мой взгляд, примерно, и, я хотел спросить, вот, программу, мальчинец, «ССССР» как-то, если ему ничего не будет, то прогрелся обидом «Мальтюни». «Мальтюни» вышел, «Мальтюни» на замену. «Мальтюни» «Мальтюни» не могли бы поподробнее прокомментировать, что это «СССР» как «СССР» так, 10, по-моему, желтых карт, 2 красные, пенальти, как бы, в целом, оценить работу судьи, ну, и по пенальти, конечно. по пенальти, но я по пенальти, на самом деле, я уже высказывался, то есть, я могу, как бы, еще раз повторить, но, в целом, по игре, я могу сказать, что, на мой взгляд, работа Безбородова была абсолютно адекватной и нормальной в этом матче. Это был хороший матч с хорошей работой, и если, если, как бы, чуть-чуть, так, в сторону убрать этот эпизод с 11-метровым ударом, я даже не сомневаюсь, что после игры у команды ему не было бы особых вопросов. Те карточки, которые он показывал, на мой взгляд, достаточно, опять же, адекватные решения были, и, ну, мне, по крайней мере, понятные, и, опять же, я повторяю, ровные в отношении двух команд. Та ситуация, которая сложилась с красным карточкой, ну, это глупость. Я пояснил, что эта глупость, как бы, иногда, ну, случается, но случается это, все-таки по вине игроков. Я понимаю их напряжение, я понимаю, что, особенно там, концу игры, и усталости, напряжение, но, тем не менее, не надо провоцировать ни друг друга, ни судью на такие решения. Вот. Что касается одиннадцатиметрового удара, это, да, мне очень жаль, что это случилось. И, не знаю, человек, который, который бы не сказал то же самое, но есть. Вот. Ну, как вы знаете, там использовали, использовали дополнительные ассистенты на этой игре, и в данном конкретном моменте решение было принято дополнительным ассистентом, в принципе, правильным, потому что он находился ближе всех к этой ситуации. Контрифронтально, получается, не верно. он находил, но, к сожалению, абсолютно вот так вот. Опять же, он был ближе, но, может быть, не, я объясню почему, не совсем, это удачно. Вот, он был ближе, и, в общем-то, то, что он отреагировал первым, это нормально, именно по удаленности ситуации. И когда он, как бы, принял решение, сказал это по радио, то безбород, в которой, в общем-то, находился в этот момент, ну, приблизительно там, где-то, где он должен находиться, когда вот есть это количество судей, он практически автоматом поддержал это решение, потому что, понимая, что вот эпизод происходит под его помощником. Вот, я думаю, что вся проблема для Асланбекова заключалась в том, что в этом эпизоде, когда Игорь Атмуфеев сблизился с нападающим, он в какой-то степени просто перекрыл Асланбекову вот обзор некоторый, да, и он не в состоянии был оценить, в какой момент нападающий, ну, я имею в виду, спартака, начал свою победу. То есть, только поэтому он принял такое решение. к сожалению, я уже говорил, к сожалению, это неправильное решение, это в чистом виде симуляция. Опять же, я говорю, она, симуляция, это не самое элементарное, это не в километре друг от друга, это все, все рядом, все очень близко, даже в конечном итоге с какими-то касаниями, и я думаю, что если я скажу, что такие ситуации и такие ошибки и судьи, не только в нашей стране, а где угодно, попадались на этих ситуациях, они были, я думаю, что вы согласитесь со мной, и, к сожалению, они будут. Я еще раз повторяю, мне очень жалко, что в такой классной игре все-таки результат определился вот, с ошибочного решения орбиты, безусловно. Мне очень жалко. Еще вопрос? Ну, я не думаю, на самом деле, что у кого-то должна быть какая-то мысль о том, что человек сделал что-то нарочно, понимаете? Я очень надеюсь на это. Еще? Да. Важно, последний вопрос. В целом, после каждого тура, к сожалению, возникали какие-то споры, разговоры, главные тренеры сетовали на судейство. Действительно, были ошибки, мы их видели, в том числе и ЦСКА Спартак его подтверждают. И были, к сожалению, ключевые ошибки. Ну, вот, опять же, как матч ЦСКА-Спартак, ну, и предыдущий матч ЦСКА, который, когда Геннадий Агрия зайдет. Можете прокомментировать все-таки, откуда такое количество? Практически в каждом туре мы говорим о судействе. К сожалению, небольшое. Но о судействе все равно будете говорить, как бы то ни было. Просто, понимаете, здесь, в принципе, здесь, вот, вы помните, я сказал, я... Это квалификация? Нет, нет, вот смотрите, я вам сейчас скажу такую вещь. Вот я буквально несколько минут назад сказал, что вы, пожалуйста, скажите мне какую-то очевидную ошибку, которую, на ваш взгляд, абсолютно очевидную, человек принял неправильное решение. Я ее прокомментирую. Вы мне не назвали пока еще на ваш взгляд, может быть, назовете что-то абсолютно очевидное, что очевидно неправильно сделал судья. Количество непростых моментов или сложных моментов. То, что все равно, например, момент ЦСКА-Спартак, он, ну, он не самый простой. Не самый простой. На повторе, да, я согласен, что, в общем-то, не надо долго смотреть повтор, чтобы понять. Он не самый простой. Ну, хорошо. А количество сложных моментов, ну, это не от того, это не от квалификации судьи, но это в игре происходит. Количество сложных моментов, это в том числе те ситуации, которые комментируются двумя, допустим, тренерами по-разному или двумя журналистами по-разному. В конечном итоге это обсуждение. В конечном итоге вы что-то принимаете, каждый принимает свою точку зрения. Вы постоянно говорите. Вот, но количество сложных моментов, ну, таких, которые там, может быть, да, может быть, нет, оно ведь не идет ни от судей, они просто складываются. Если, например, я вот только что с Игоревичем разговаривал, просто так вот слегка вспоминаю, если в матче ЦСКА-Локомотив, которым определялся чемпион, да, и на второе, третье место там отсудил судья, не совершив каких-то серьезных там промахов и нормально отсудил. Но плюс к этому все-таки, опять же, нам немножко повезло, что в этом матче не было таких вот моментов, когда там, ну, таких вот падений, например, когда бы обсуждали эту неделю, а то, а после этого матча до сих пор бы обсуждали. То ли это да, то ли это нет, потому что это решается там, судьба всего чемпионата в этом матче. Где-то вот в этом смысле. Их может быть больше, их может быть меньше. Но я еще раз повторяю, что первая задача у этих людей не допускать ошибки в очевидных ситуациях. И вы мне сейчас упомянули ситуацию с ЦСКА и с Думбейой. На самом деле, из того, что вот я слышал, что я видел, я, это, на мой взгляд, это нарушение, это 11-метровый удар. И когда вы, журналисты, проводят, кстати, ты не проводил параллельно это с чемпионатом мира, когда этот матч... А зачем вам напоминать? Нет, нет, я просто не знаю. Это вот чемпионат мира, когда... Когда вы судьбили? Да никогда, я пенальти не назначал. Не, я пенальти не назначал. Нет, я имею в виду момент с Думбейой, пенальти, этот ЦСКА, Мордовия ЦСКА. Вот на самом деле, иногда подход и сравнение каких-то эпизодов, на мой взгляд, оно такое-то очень непонятное. Что я имею в виду... Это из контекста. Ты, конечно, выбирай Севрадов. Нет, что я не... Вот, Сергей Ильич, я просто как пример привожу. Вот есть момент там, Мордовия ЦСКА. Сюда же притягивается момент из чемпионата мира, это момент традиционный, если не ошибаюсь. Пенальти, Голландия. Испания, Испания, Голландия. Ну да, этот момент. Когда пенальти, пенальти, ворота голландцев. Вот я слышал, вот какие-то они одинаковые моменты. В одном моменте, значит, получается у нас нападающий выставляет ногу немножко в сторону, это в матче Голландия-Испания. Да, тяжелый момент. В тот момент, когда защитник пролетает мимо, он выставляет в сторону ногу, происходит контакт, падение, все очень быстро, все очень рядом, назначается 11-метровый удар и вопрос, кто инициирует контакт? ЦСКА Мордовик, что в этом эпизоде сложного, я не понимаю. Думбия разворачивается, прокидывает мяч, бежит к мячу, мимо пролетает защитник. Кто выставляет ногу в сторону? Кто выставляет ногу? Я вот не понимаю, зачем из простого делать сложное? Что в этом эпизоде сложного? Вот объясните мне. Защитник пролетает мимо, понимая, что он пролетает мимо, думбия здесь будет выходить, он выбрасывает ногу в сторону, подбивает ногу думбии, все. Тот падает без всяких там симуляций каких-то, все, падает, все, элементарно, фол, по неосторожности. Что в этом сложного? Зачем из этого что-то вот найти прям супер-супер, вот там можно немножко попроще к этому относиться? Поэтому, я еще раз говорю, я готов говорить, что вот это неправильно и это правильно, просто я должен понимать, что это правильно и неправильно. Но вы тоже тогда немножко попрофессионально относитесь к этому? Очевидно. Да, очевидно. Правильно. Мотивный средний поступил. Мотивный средний в школу поступил. Остановив матч после тяжелой травмы для игрока. Хотя, не посудил две минуты. Фактическое время, там, секунд 40 он провел дополнительный и все. Даша, я просто, я не знаю, я в восторге от твоего, где-то кто-то мне сказал, скандальное решение. Я не выразил скандальное, я где-то ты написал. Слово не используется. Вот. Я хочу сказать абсолютно верно. Он поступил на тысячу процентов правильно, даже с точки зрения правил игры футбола. Что я имею в виду? Формально листок на окончании матча прозвучал по окончании этого добавленного времени. По окончании этого добавленного времени. Другой вопрос, что ему можно предъявить претензию в том, что он не добавил еще время к тому, что он добавил уже. Формально. Можно предъявить претензию. Это, чтобы у вас аналогия сложилась, плюс 40 температура 5-0. Три замены. В одной три замены, в другой травма. Любому понятно, что надо добавлять там 3-4 минуты. Вдруг судья показывает одну минуту. И заканчивает матч. Он прав, или не прав? Вот две команды, которые играют, он прав. Если он добавит 4 минуты, две команды, которые играют в этой ситуации конкретно, скажут, идиот. Все. Это отвечает на твой вопрос. Тогда получается, что если судья добавляет одну минуту, я тренеру, сделаю две замены, эта минута проходит добавленная. Хотя реально матч вообще не игрался. Судья может становиться правом. Нет, я по-моему прав, я привожу пример, я говорю, 5-0 плюс 40, счет 5-0. Человек принимает такой режим. Ты меня спрашиваешь о формальной стороне вопроса? О правилах играть и о том, как... Он добавил одну минуту, он закончил одну минуту. А в чем тогда смысл добавленного времени? Смысл добавленного времени, чтобы дать шанс играть. Нет, дать шанс команде, любой команде, использовать все то время, которое ей положено. Но все-таки существуют какие-то моменты. Почему я привел вот этот пример? Он понятен для всех. Я имею в виду для играющих команд. Почему вот в моменте, когда произошло то, что произошло в самом конце матча, при счете 4-1. На счет не важно, какая разница. Важно. Если бы счет был 2-1, к сожалению, даже после такого тяжелого случая не пришлось бы продолжать игру с тем, чтобы дать шанс другой команде, которая проигрывает, доиграть, пытаться сравнивать счет. немножко каких-то человечных моментов вы привнесите, Саша, конкретно ты, например, нет, я имею в виду конкретно по твоему вопросу. хоть один вопрос от одной из команд, которые непосредственно участвовали в этом матче, хоть один вопрос относительно вот этого момента был? Я думаю, что нет. И не могло бы. Я думаю. Поэтому я, когда говорю, может, я неправильно вызвал человечность? Но как бы разумности. Во-первых, у нас действует называется игрой. Во-вторых, я считаю, что один из режиссеров ключевых, который определяет конвок, является орбита. И то, что происходит, очень здорово, что это вообще в одном случае решается так, а в другом иначе. Иначе было бы неинтересно смотреть. Это первое. И второе, все-таки мы должны понимать, что мы это играем в основном для зрителей. И тогда действительно это горе и трагедия происходят действительно на поле. Там серьезнейшая травма, конечно. И это... Непонятно, чем показывается еще. И очень здорово, когда, допустим, травма, показывается желтая карточка, и потом, когда видится тяжесть в соответствии с рекомендациями, опять же, показывается красная. И когда вы задаете вопрос о том, руководствуется ли арбитр, чем руководствуется, инструктажом там старших товарищей, ведь вы поймите, у арбитра есть всего, по-моему, пятое правило, да, в правилах игры в футбол, которым он руководствуется. И там практически вот ключевое решение отдано на его восприятие играете. Почитайте по решению арбитра. Ну, внимательно почитайте, это очень интересно. К сожалению, погружаясь в игру, мы некоторые вещи просто не осознаем. А там конкретно расписано, в каких условиях, каких. И когда, допустим, принимается решение, допустим, о прекращении, когда случай был, допустим, «Динамо-Зенит», когда действительно драма была у Шунина, я зашел, Алексей Николаев, помог, да? Да, Алексей Николаев. Я подошел, говорю, Алексей, вот у вас есть две минуты, спокойно, холодный угол, все взвесьте, примите решение. Вот они ушли там, все, сказали, все, матч прекращается, потому-то, потому-то мы объявили. И это понятно, потому что тоже надо осмыслить, потому что происходит. А здесь действительно трагедия, парень мочеведного, представляете, он был между жизнью и смертью. Мы же с вами восхищаемся чемпионатом Италии, там, Испании, когда действительно погибает человек какой-то, прекращается матч, там отменяются туры, там, еще, еще, еще. Ну да, принято такое решение, принято человеком, который участвует в нашей замечательной игры. Я согласен с Динамом Цельевичем. Я просто не считаю, на самом деле, это тем моментом, который, вообще-то, которому надо уделять много внимания, то есть, потому что это в глазах, в первую очередь, участвующих в этом действии, это нормально. Это нормально. Я поэтому сказал, что не один... А потом, я хочу сказать, очень здорово, те, допустим, они много, и был там, тысяча сколько, 12-14, да, сидел. Вообще, они тоже, может быть, сопереживали в этом событии и поддержали, наконец, с арбитра полностью, что поддержали этого парня, ради него. Хотя время, за временем надо следить, и время надо дойти. безусловно лучше. Вот так, если односложный ответить, да, да. Прошу, пожалуйста. Эль, понятно, когда там еще большой, это вчерашний матч, когда я играл Терек с Мордорией, судья остановил, Горасев остановил игру, чтобы в воду попили, там, температура высокая, первому тайму он добавил одну минуту, а ко второму тайму, хотя команда произвели, все замены, остановки на питье, он добавил две минуты, при счете 1-0, и Мордовия атаковала. У меня два момента. Вы знаете, я вот... Консорский, вот самый, и замену, они еще производили во время вот этого. Вот это тоже. Вы знаете, этот матч Карасев, вот, вот, я не помню, пожалуйста, был момент, когда игрок, я не помню, фамилию Мордовия, сбил Кудряшова, и причем сбил очень, и заиграет момент, и даже был промежуток, когда можно было ему вынести желтую карточку, но Карасев это его не сделал, и буквально через 3 минуты Кудряшов ему же ответил, причем локтем ударил его. Не локтем, но там штрафа поднимал, поцел, но все равно это сделал, то есть ответы, то есть это уже как-то... Там потом во что-то это вылилось? Нет, ну оно не вылилось. Нет, Вылилось потом? не вылилось. То есть он отрегулировал, конечно, отрегулировал. Хорошо, хорошо, согласен. И игрок получил красную карточку, но, конечно, мой переговор, получил желтую. А? Две минуты, да? В этом же тайме. Я хочу сказать, что если вы мне говорите о моментах в первом тайме, потом я переключился на матч, который шел, накладывался, да, и смотрел Иванова просто два тайна. Второй тайме я не смотрел, поэтому не могу комментировать. Хорошо, я проверил. В втором тайме так же схальмин сыграл. Кто-то из Мордовии. Он точно так же этот игрок схальмин сыграл, во втором тайме не получил уже красную желтую карточку от Карасова. А так был он был удален уже. Ну, я вам хочу сказать, вы так не переживайте, Иград закончил сюжет. Вот, мы-то здесь сидим, нормально здесь, функционеры очень хорошо работают. Приятно. Вот, понимаете, я, да, была ситуация, кстати, на эту ситуацию не было повтора, если вы помните, да. Я был, ну, я смотрю все матчи, если что второй тайм накладывался, я не смотрел, я видел эту ситуацию, я видел этот подкат, мне просто очень трудно говорить о том, насколько жестким был контакт в этой ситуации, потому что повтора не было. И вы тоже на эту тему не сможете говорить. Да, потом была некая обида со стороны Кудряшова, и был эпизод буквально через минуту, но, хорошо, в этой ситуации Карасев поговорил с одним, поговорил с другим, все успокоилось, я еще раз говорю, говорить о том, что это было тысячи процентов, и явно, что давай показывать, разбрасывать карточки, я не знаю, я не могу, повтора не было, но тем не менее, почему я вас спросил, дальше они играли, дальше что-то было между ними? Между ними нет, но этот игрок Кудряшова снова въехал. Мы за ним проследим, мы за ним проследим. но он бы получил красный был бы наказан. Вот, но, в принципе, если человек понимает, что, вот просто я серьезно говорю, если человек понимает, что вот как бы эпизод, это не тысяча процентов, допустим, грубая игра такая, все со скоростью, с попаданием, таким, вот, то он что-то говорит ему, ну, говорит ему, чтобы был поаккуратнее. Я еще раз говорю, мы не хотим, чтобы у нас было очень много желтых карточек, особенно где-то, вот, начиная на первом тайме, да, когда есть большой риск, что дальше там игра идет, удалять придется, то есть, в принципе, если такая возможность сейчас случится, да, они предупреждают игроков, устно, что давай поаккуратнее, если этот игрок все-таки продолжает, показывается, ну, на самом деле, я говорю, такие вещи, которые вы можете наблюдать, ну, практически в каждой игре, если я вообще с вниманием, ну, хоть немножко на судью, паузу, что он делает, то есть, в принципе, это нормальная практика, вот, хотя, да, безусловно, надо быть аккуратным, когда происходит какой-то фол, и ты чувствуешь, что человек еще не успокоился, и, и намерен, что-то делать в ответ, то есть, то есть, да, за один. Ну, вот, а то, что добавил, две минуты, чего-то станут, я, я, я узнал, я еще раз повторяю, я второй тайм не смотрел, я второй тайм не смотрел, смотрел матч, рекомендации, нет, нет, абсолютно так, четко, есть, есть рекомендации, приблизительно 30 секунд на замер, приблизительно, ну, травма, травма зависит от того, сколько там человек, нет, он дал воды попей, а то есть, они ссоригируют в середине, второго тайм не смотрел, вот, пошли, вот, пошли попить, а их тоже, и тоже будет, команда с жажданом, 38 градусов, как вы говорите, да, две минуты, это мало, должно было быть больше. Еще вопросы, уважаемые коллеги, есть, Малитин Малитиновичу? Потом, что это произошло, в этом мире, когда я, когда я, у меня еще есть вопрос, по поводу, спрея, потому что, ванной, там, в ясной очереди, одна мы драку прыснули, а вот у нас, когда начнем, хотя бы использовать, назначили. Прямо в этом прыснули? Ну, по поводу, да, развернули. Развернули, развернули. А вот вы бы, спросили бы у Сергея Владимировича лучше, на мой взгляд, гораздо более интересный вопрос, а вот, голлайн технологии, что использовалось, в чемпионате мира, клубы у нас не хотят, установить на стадионах? Вы знаете, мне кажется, что очень, что зависит. Дорогая штука, я сразу хочу сказать, я так думаю, что у нас было принципиальное решение Российского футболного союза на эту тему, мне кажется. У нас даже есть компания, которая, нет, я хочу сказать, что реально есть компания, которая сейчас обращается, готова к принять участие, просто, вы же понимаете, у нас должна быть принята какая-то концепция, все-таки, такое серьезное решение на уровне Российского футболного союза, то есть, начинается с премьерной, или хотя бы там, хотя бы там, в тестовом режиме. Вы поймите, для того, чтобы, для того, чтобы провести этот эксперимент, нам необходимо было мячико-то поменять, на чем с этого, вы понимаете, а у нас и контракты, и количество мячей, и игроки, чтобы начать играть этим мячем, должны были потренироваться хотя бы в предсезоночку, то есть, понимаете, такие, казалось бы, знаете, простой вопрос, на самом деле, он за собой тянет, хотя на следующий сезон, почему нет, надо поговорить, подумать на эту тему, сколько это обойдется. Это очень дорогое, да. И еще бы, конечно, одна проблема, если бы это были наши стадионы, сейчас бы нам бы как-то был, да? Если бы вы имеете в виду стадион, ну, клубы, клубы, да. Сейчас вот мы начинаем, надеемся, я думаю, что тогда, конечно, у нас сами клубы, мы готовы. Я по спрею помню, я не забыл, спрей, штук забавный, я согласен, и она, в общем-то, она, в плане вспомогательного, она, в общем-то, не абсолютно бесполезна. Просто, вы поймите правильно, если вы, вот о чем мы здесь говорим, если о том, на каком расстоянии судья ставит стенку, что чаще всего бывают проблемы, то тут, что со спреем, что без спрея, все это одинаково. На каком расстоянии судья отсчитывает и ставит стенку, то есть он это должен делать хорошо. И с этим, некоторых матчах, то, что я вижу, с этим есть проблемы. Но от того, есть ли спрей или нет спрея, это, это не зависит. Спрей тяжело перешапан, из-за разы возьмут, ну, вот, совершенно верно, совершенно верно. Вот спрей, он имеет такой, действительно, такой психологический момент, когда уже судья поставил, настолько, насколько он поставил, проводит спрей, и это помогает, такой сдерживающий момент, игроки, поначалу, особенно, они такие завороженные, они стоят и ждут, когда же там все это, вот, если, если в плане выхода из стенки существуют реальные проблемы, то есть это происходит регулярно, то надо поторопиться, этот спрей заказать и использовать. То, что я вижу по весне и сейчас, я не могу сказать, что у нас там, прямо, каждый раз, что-то тут вылетает, я знаю, было, вот, в этих четырех турах, ну, пару моментов, да, такие были, особенно в конце игры, да, но сказать, что это какая-то, прям, системная проблема, поэтому, мы просто немножко подождем сейчас, и где-нибудь чуть попозже, но, да, приобретем, ну, хотя бы только из-за того, что бы у вас порадовало. А вот вы говорили про определение расстояния, про определение расстояния, это еще легче делать, это рулетка? Да рулетки мы еще не дошли, мы подумаем. В чем проблема с определением расстояния в ширине шага каждого отдельного арбитра, и вообще с этим бороться? Я думаю, что определение расстояния проблема не в ширине шага, а в том, насколько этот человек слишком громко скажет. Насколько у него характер нормальный, это от характера зависит. То, что они знают, где 9, а где 8, и где 10, я в этом не сомневаюсь. То, что иногда у них, как это называется, жин-жин, или как это называется, вот такой, да, по-человечески происходит, там, на последних минутах, там, или еще чего-то, ой, как-то им тяжело отводить было, это тоже бывает. То есть, рулетки не надо. Надо, чтобы люди просто были уверены в том, что они назначают правильный штрафной, это первое. А дальше уже, вне зависимости от ситуации, которую сейчас, вот в игре, просто ставили стек на нормальное расстояние, это, это, это не разговор для, это, это, это разговор, может быть, для подрастающих судей, но абсолютно не, не, не должно быть никакой проблемы для судей, которые суды приговорят. Платон, а в правилах, кстати, написано там, про расстояние. Я же не веду суд судей, правильно? Ну, если ты о них пишешь, то другое. Там дело в том, что там написано не менее фразы, понимаешь? Да, лучше загнать подальше. Не менее, и там в фунтах вообще-то. Поэтому у нас там 9,2, а там, там метрические прогулки. И 15. Ну, я просто хочу сказать, вы знаете, у меня в портфеле классно, шеф-занятное, как-то если распечатывал, знаете, из словаря, и периодически там, вес мяча, там, и всегда, кто-либо начинает, я говорю, слушай, а почему 24 ворота, допустим? Какие слова? Ну, потому что стоит. Не, не, метрическая расточенность тема. Ну, просто вот, когда ты начинаешь футбол же очень интересный, как мячи, как они изготавливаются, и так далее. И судейская тема тоже интересна, понимаешь? Не менее. Есть еще вопрос к Валентину Валентиновичу, уважаемые коллеги. История. Вы знаете, кстати, откуда это пошло, что в рефери? Кто-нибудь знает? Саша, знаешь? Никто не знает, что вышли, что входит. Ну, Саша, ну, елки-палки, столько времени посвятить этому святому делу, и не знать. Рефери, когда вот в Англии начинали, все это, футбол, потом поняли, что без судьи играть бесполезно, они давно это поняли. Вот, поначалу, поначалу судья располагался за пределами поля. Да, 3 часа. И когда команды играли, и что-то, какой-то спорный момент происходил, они между собой не могли договориться, они обращались, шли, обращались к этому человеку, который за пределами поля. По-английски это обращаться к трюферу. Тюферу. И вот от этого пошло, потом это трюфери. Попал в середине поля и начал уже принимать решения сам. А до этого они к нему обращались за его мнением. Ну, это так, я просил. Не, а что, тебе, развлекательная информация. Пожалуйста. Спасибо. Коллеги, тогда разрешите сейчас, Валентин Иванович, я обречу наш традиционный подарок. Ну, удачи. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо. Мне бы спокойствия немножко. Ну, реально, пообещать. Спасибо. Ты говоришь, право, что делать, нечего? Все, а? Хорошо. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо всем. Удачи вам. Мы продолжаем нашу пресс-конференцию и сейчас готовы ответить на ваши вопросы по общим организационным моментам проведения третьего и четвертого тура, на вопросы, связанные с обеспечением безопасности, поведения болельщиков. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Пожалуйста, Наташа. У меня вопрос связан, правда, с пятым туром. Общий, как то есть, у нас, когда принимают официально объявлено, официально объявлено о том, что футбол сыграет в Перми, просто хотелось показать комментарий о том, что футболе уже в Успах. Коллеги, все очень просто. Я уже неоднократно говорил, еще очень кратко расскажу, в чем суть дела. Действительно, стадион «Динамо» в Уфе сейчас приведен практически в соответствии со стандартами российской футбольной премьер-лиги. За исключением ряда нюансов, которые называются вместимость. И когда мы рассматривали требования по безопасности и их соответствии, что мы очень четко с Ольгой Аркадьевичем как раз вместе мы этой темой занимались, сотрудники полиции, представители властей всех уровней, мы очень четко все понимали, что условно говоря, этот стадион дополнительно может вместить приезжих болельщиков не более 500-600 человек. Оборудована трибуна, места общего пользования, питание, и самое главное, что все стандарты по обеспечению безопасности и комфорта, именно могут как раз определяться вот этой суммой 600 человек. И поэтому, если вы обратили внимание, первый матч с топ-клубом «Динамо-Москва», у которого достаточно большое количество болельщиков, в том числе и выездных, но проводился в рабочее время, в рабочий день, в вечерние часы, и ожидаемый приезд было 350 человек, мы приняли совместное решение, игра проводилась там. Со всеми крупными клубами, где количество болельщиков, сопровождающих команды, как правило, больше 1000-1500 и так далее, и так далее, мы совместно решили проводить все-таки на резервном стадионе. В резервном стадионе Уфа выбрала звезда город Пермь. Почему? Потому что мы считаем, что определяющим является наша возможность предоставить клубу, приезжающему равные условия, чтобы болельщики могли приехать и поболеть за свою команду. И самое главное, что мы могли в этих условиях обеспечить и безопасность, и комфорт. Вот все. Еще вопрос уважаемый коллеги, пожалуйста. В этом туре произошло знаменательное событие открытие Казани-Ариана. Собственно, комментарии по этому поводу все мы удовлетворены, как вообще отнеслись. Коллеги, а кто из вас вообще был на арене Казани? Не удалось на открытии? Кто? Мы счастливчики вот с Аркадьевичем как раз. Во-первых, мы начали посещать эту арену еще зимой, да, Саша? Когда еще был, в прошлом, еще до универсиады. В бетоне еще. Да. Когда только была чаша. Затем нам посчастливилось сразу после универсиады, когда начали подготовить как футбольную арену. Там тоже ряд рекомендаций по системе безопасности, встречи болельщиков, разведению потоков. И вот сейчас впечатление потрясающее. Такое ощущение, что действительно ты находишься либо на чемпионате мира, либо на чемпионате Европы. Большое количество зрителей. Фантастические условия для журналистов. Там вам отдано, например, футбольное поле настоящее. Там рабочие места и питание, и ящики шкафы, и высокоскоростной интернет, и, в общем, все для вас. Пресс-центр. Пресс-центр, да. Пресс-центр сумасшедший, современнейший. Все это настолько впечатляет. И действительно продумана каждая мелочь. Очень удобно, комфортно. Места общего пользования. Вот, мне кажется, ко второму, к третьему матчу на этой арене уже как бы все это взаимодействие начнет соответствовать уровню стадиона. И тогда любой человек, который туда придет, либо это будут спортсмены, либо зрители, либо организаторы, они будут получать уже наслаждение и удовольствие. Тем более, газон в хорошем состоянии, очень хорошее состояние. Еще раз говорю, трибуны подготовлены, все для зрителей. Очень комфортно, удобно. Продумано большое количество парковочных мест. Внутри разворачивается целый комплекс сейчас шоппинговый, ресторанный блок, ну и так далее, и так далее. Это прям современнейшая арена, которая только вот захочешь, захватывает дыхание. Только куда ни пошел, там вот такое вот ощущение. И классно, просто ощущаешь себя вот песчинкой в этом здоровом мире футбольном. С Александром Акачевым как бы традиционно пошли, там поднялись вместе с болельщиками, там локомотив тогда был на гостевую, тоже все очень корректно, комфортно, удобно, быстро. Был настоящий праздник. Спасибо за вопрос. Пожалуйста, Санкт-Петербург. ФИФА объявил о том, что в лучшей неделе в России свидетель был за Блаттер, в том числе вопросов, как говорится, с того года, когда я был первым из открытых студентов, которые принял матч-турниер, не приглашали его на игру? Нет, мы не приглашали, но игру как-то даже, может быть, и право. Был смысл. Дело в том, что там действительно был расписан уже визит заранее, и в планах мистера Блаттера, наверное, все-таки было время ограничено. Вы знаете, что он в воздухе находится больше, чем на земле, практически, потому что приходится многие места посещать. К сожалению, на Казани-арене его не было, но я думаю, когда он приедет, он будет в восторге, потому что то, что мы увидели в Европе, вот последний стадион, а завтра, что на Европе был в Польше, то, что мы увидели в Бразилии по телевидению, по крайней мере, то, что мы реально увидели в Казани, это, конечно, соизмеримой величиной и наш стадион, конечно, один из лучших сейчас, я думаю, что и в мире даже тоже. Просто гордость вот за то, что наши строители, наши менеджеры такое сделали. Пожалуйста, Платон. Я еще говорил, что на этом стадионе будут рентгеновские скамеры, а значит, всякие возможные инциденты, о которых мы говорили ранее, будут уже невозможные, они уже прошли обхату. Платон, насчет рентгеновских, ты завгнул, понимаешь? Ну, там что, которые будут просвечены? Алиса Аркадьевич сейчас все расскажет, у нас идет ряд экспериментов очень серьезных, очень интересных, Александр Аркадьевич. На самом деле, там стоят рентгеновские установки, как бы, но у меня... Ну, не рентгеновские, что-то рун называется. Ну, они точно такие же просвечены, как в аэропорках. Я не думаю, что они сейчас пользовались, но уже, как бы, задел сделан. Почему? Потому что тех документов, которые сейчас готовятся, технический регламент по оснащению стадионов, там разная градация стадиона, но это стадион будет, естественно, первая или высшая категория, разные градации там будет. Там предусмотрены моменты по установке вот таких вот систем. И уже заранее решили сделать, по всей видимости, доказания. Ну, чем больше безопасности, тем лучше, на самом деле. Ну, там, скорее, больше тепловизора, чем рентгеновские, мне кажется. Смешанная система. Ну, просвечивает, как в аэропорту. Еще вопрос, уважаемые коллеги, по упрашивающим домам. В прошлый раз я так назначаю спросил про уральский стадион, точнее, где будут играть в Уралу. Платон, Солк закончена реконструкция, а потом оказалось, что это вопрос волнует, так скажем, местные газеты. Так это же здорово. Они надеются, что стадион в Нижнем Тагиле, который сейчас реконструируется, будет также способен принять встречу к имениам. Да, Платон. А ответ будет тот же. Играть они будут на стадионе, соответствующим требованиям стандартов Российского футбольного союза. И это определяет как раз клуб. Поэтому мы подождем, пока не закончат играть здесь, а потом они нам объявят, мы съедем, проверим готовность. Да, Солк? Ну, по чьей ременью, еще и тем меньше. Ну, посмотрим, поживем, увидим. Ну, проведу, Платон, мы только за, обеими руками. А может быть, просто есть какие-то в Нижнем Тагиле вещи, которые не так легко устранить? Нет? Платон, ну, вот понимаете, ну, я говорю, вот кто был в Туле из вас? Не был, да, никто? Кто был в Уфе, кто был, ну, так это, понятно, здесь вытекало, и у нас где еще, в Мордовии кто был? Никто, да, ребята? Ну, я вам хочу сказать, вот в Туле и в Уфе, ну, просто разительно. Вот у нас Витя Львович поехал, допустим, в Тулу, он оттуда не сказал, я даже не ожидал, что такое может быть. Ну, реально преобразили, представляем тем, что было. Люди вложили и сердце, душу, и там, возможности, и привели прям в порядок. Еще плюс, большое количество зрителей, конечно. В Уфе, на наших глазах буквально, мы пошли там буквально в течение двух-трех недель тоже напряглись они, привели, построили, закрепили там и свет, и построили станки для телевидения и так далее, и так далее. Угнаете? Ничего невозможно нет. В Раменском, там и так было в порядке, сейчас тоже подшаманили, так. Хороший стадиончик футболь, ну, вы знаете, там фантастика, дышится футболом, ты рядом сидишь, удобно, очень размещены и трибуны, и везде доступно все, и компактно он очень. Ну, и про Мордовию, там тоже газон последний, там в порядке, чистенько, аккуратненько все. Пожалуйста, по поводу переноса матча с Патаком, вы сказали, что 600 балетчиков, 100 клубов, которые приедут на резервное поле, а какие, вот, есть список клубов, с которыми резервный клуб, есть список, которые... Ну, я хочу сказать, я же определил, я хочу сказать, что в принципе мы готовы рассматривать заявку любого клуба, но мы для себя уже четко понимаем, Спартак, Локомотив, да, там еще кто на... Надо посмотреть сейчас по календарю, кто у них вот до осени попадает в эту сферу, то они будут играть на резервную. Во-первых, мы оцениваем все факторы, и факторы, и погодные. И это же какой-то день недели, на самом деле. И уже делаем вывод, например, И в какое время? В какое время, да. В будний день мы были... Потом мы получаем постоянную информацию из клубов, ну, то есть, мы все время на связи с клубом, и с фан-клубом, в частности, они нам дают информацию, какое количество болельщиков предполагается приехать. Ну, вот, приехали, условно, мы предполагали... 350, 350, 350, 300, 300. Где до 150. Ну, вот в таком случае, вот до осени сказали, да? Словно говоря, Уфа-Урал играется где? Там. Там. Уфе. Однозначно. Уфа-Карпет. Там. Уфа-ЦСК? Да, на «Цвездецах». Да, на «Цвездецах». Интересное решение архитектурное. Место потрясающее. Наташа, кислорода много. Уважаемые коллеги, есть по прошедшим турам? Девочки, это порадуют какие-нибудь вопросы по этим? Классные. Отвусть обязательно. Уважаемые коллеги, если вопросов больше нет, то мы благодарим вас за то, что вы сегодня пришли на нашу пресс-конференцию. И напоминаем, что следующая пресс-конференция также традиционно состоится по итогам следующего тура. О месте времени сообщим дополнительно. Спасибо большое. Если кому-то еще...